Пока вы открываете первую главу Евангелия от Луки, если у вас есть Библия, пожалуйста, открывайте, если нет, подойдите ко мне, я вам подарю после собрания. Найдем Библию, чтобы у вас была тоже. Нам, людям, неприятна одна вещь, с которой вы, наверное, все согласитесь. Много вещей нам не нравятся, нам неприятны, но одна вещь в людях, окружающих нас, раздражает, наверное, больше всего. Гордость. Нам неприятно встречаться с гордым человеком, согласитесь. Вы встретились с гордым человеком на улице, говорит, пойдем со мной домой, ко мне, я буду с тобой общаться, мне так интересно с тобой общаться, ты сверху вниз на меня смотришь, мне это так приятно. Нет, согласитесь. Мы не любим, нам неприятно, мы избегаем гордых людей. Нам это не нравится, гордость неприятна для нас. Вместе с тем, мы достаточно толерантны, терпимы к своей собственной гордости. Когда мы сверху вниз на других смотрим, как-то привычно, понятно, конечно же, они и я сравнить. Конечно же, я лучше. Как-то к своей гордости мы терпимы, очень нетерпимы к гордости окружающих людей. Мы очень быстро замечаем, кстати говоря, гордость в других людях. И всегда возникает вопрос, по каким это критериям вдруг мы такие чувствительные к гордости других людей? В английском есть такая хорошая фраза, да? Что гордость сразу же заметит в других гордости. Понимаете, да? Мы замечаем в гордых людей почему? Наверное, что-то подобное мы замечаем в себе. Ну, к себе мы более терпимы, к окружающим не совсем. Смирение – это противоположность гордости. Есть черное, есть белое, есть гордость, и есть противоположность гордости – смирение. Интересно отметить, что смирение играет ключевую роль в истории Рождества. Вы, возможно, думали, наверное, ключевую роль играют подарки, да, дети? Подарят подарки. Волхвы, мудрецы с Востока придут, подарят. Может быть, и вам кто-то что-то подарит на Рождество. Но не самое главное. Радость – да, радуются, поют ангелы. Приятно говорить о радости. Люди пишут «джой», «радость» и так далее. Мы поем о радости. Но очень непопулярная тема в рождественские праздники – это тема смирения, гордости и смирения. Но вот исследуя наш сегодняшний текст, я пришел к выводу, я должен был, этот текст диктует нам сегодня говорить о смирении в Рождество. В истории рождения Иисуса Христа яркой ленточкой прослеживается интересное явление – смирение. Я хочу вместе с вами прочитать сегодняшний текст. Это Евангелие Луки, первая глава. Мы будем читать с 39 стиха по 56. «Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве ее, и Елисавета исполнила Святого Духа, и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Ибо когда голос приветствия этого дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в очреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел Он на смирении рабы Своей. Ибо ныне будут облажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя Его и милость Его в роды родов, к боящимся Его явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца, и их не изложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени Его до века. И прибыла Мария с ней около трех месяцев и возвратилась в дом свой». Смирение Рождества – это основа отношений между Богом и людьми. Нам известен текст, что Бог смирился для того, чтобы прийти здесь на землю, быть человеком. В Филиппийцам 2 глава, «Он, будучи равным Богом, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил, смирил, принял образ раба, стал подобным человеком и был послушным до смерти крестной». То есть Бог на небесах, Сын Божий, смирился, стал человеком, пришел на эту землю. Само Рождество несет смирение в себе. Сегодняшний текст говорит о смирении людей, которые тоже соприкасаются с Богом. И первая реакция – это смирение. Это основа отношений с Богом. Это очень важно для тех, кто верующий сегодня здесь, и для тех, кто, может быть, мало знает о Боге. Так вот, смирение – это ключевой момент выстраивания отношений с Богом. В истории рождения мы прослежим эту ленточку. Смирение – это своего рода ключ, который открывает нам вход в Царство, небесное. Итак, сегодня мы исследуем этот текст, заметим для себя три шага смирения. Смирение делает определенные шаги в направлении к Богу, которые я хотел бы, чтобы мы все вместе сегодня сделали хотя бы три простых шага в направлении к Богу. Дети, мы начинаем с вами тоже изучение Евангелия от Луки. Сегодня у вас есть задание. Нарисуйте. Я знаю, у вас очень хорошо это получается, дети. К концу сегодня собрания принесите мне листочки, сдайте, у вас, возможно, будет какая-то награда. Нарисуйте мне смирение. У вас это очень хорошо получается, разные вещи. Сегодня для вас задача – нарисовать смирение. Взрослые, для вас это, конечно же, намного проще, но не подсказывайте детям, как выражено смирение. Итак, начнем. Три шага по направлению к Богу, которые смирение помогает нам сделать. Первое. Смирение – это работа Духа Святого. Смирение – это работа Духа Святого. Неспроста мы прочитали две истории, вернее, два инцидента. Первое – это когда Мария встречается с Елизаветой, и Елизавета что-то ей говорит. С Елизаветой что-то происходит, она что-то говорит, и Мария в ответ поет эту прекрасную песнь, прославляет Бога. Мы к этой песне приблизимся, но сейчас я хотел бы обратить внимание, что Бог использует Елизавету для того, чтобы произвести что-то в Марии. Песнь Марии – это реакция на то, что сказала Елизавета, ее родственница. Она к ней заходит, стучится, открывает дверь, и вдруг Елизавета что-то ей передает интересное, рассказывает ей что-то, в ответ Мария начинает прославлять Бога. И у нее сердце сокрушенное, смиренное. Бог использует Елизавету. В свою очередь, Елизавета не просто так говорит такие очень интересные, глубокие слова «Мать Господа моя», откуда она узнала, что Мария, она буквально недавно стала беременной, что она ожидает Господа. Откуда это она сделала такой вывод? В этом тексте мы находим ответ, 41 стих. И когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве, ее Елизавета исполнила Святого Духа. Она наполнилась Духом Святым, и вдруг начинает говорить вещи, которые идут глубже просто внешнего. «О, Мария, ты немножко устала с дороги, немножко запылилась, надо тебе душ сходить» и так далее. Помимо внешнего, она делает какие-то внутренние наблюдения. «Ты ожидаешь ребенка, и это Господь». Как она смогла это сделать? Она была исполнена Духом Святым. Это очень интересное и сложное в описании явление, когда человек исполняется Духом Святым. Но что интереснее еще в этом 41 стихе, что прежде чем она исполнилась Духом Святым, Иоанн, это самый Иоанн Креститель, младенец в очреве, видите 41 стих, младенец взыграл в очреве ее. Это тот самый Иоанн Креститель, который родится через некоторое время. Он прореагировал вперед Елизаветы. Вы знаете, интересно и очень важное наблюдение. Помните, в первой главе, в 15 стихе, ангел, когда обращался к отцу этого Иоанна Крестителя, к мужу Елизаветы, он сказал, «У тебя будет сын, назови его Иоанн, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Он будет пророк, Иоанн Креститель. Функция Иоанна Крестителя очень проста. Прийти, предупредить народ израильский, весь окружающий люд, идет Мессия. Он пришел, сказал, приблизилось в царствие, покайтесь, креститесь, приближается Иисус Христос. Это его функция. Он пророк, который указывает на Иисуса Христа. Так его пророчество, его функция, его служение началось еще в утробе матери. Еще вперед, прежде чем Елизавета прореагировала, его, написано, смотрите, 44 стих, Елизавета объясняет, «Когда голос приветствия, кто дошел до слуха моего, взыграл младенец, радостно в очреве моем». Радостно. Он уже знал, что мне через 30 лет придется проповедовать об этом Мессии, и он уже ревнует в утробе матери. Вы знаете, в Евангелии от Иоанна, когда он выходит на служение, Иоанн Креститель, 30 лет пройдет с этого момента, и смотрите его проповедь об Иисусе Христе. Он говорит, 3 глава Иоанна, 29 стих, «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха», это он говорит о себе, «я друг жениха», а он жених. Это образная речь, что Христос пришел, а он говорит, «я друг жениха, стоящий, и внимаю ему, радостью радуется, слыша голос жениха». «Сия-то радость моя исполнилась», но она началась, эта радость, еще в утробе матери. Знаете, здесь я должен сделать небольшую заметку на полях. Мы сейчас вернемся назад к смирению, вернемся назад к Елизавете Марии, но я хочу сделать заметку, которую Библия хочет, чтобы мы все сделали для себя. Библия говорит, что ребенок в утробе матери это человек. Ребенок в утробе матери это личность, это жизнь, где уже присутствуют эмоции и ощущения, такие как радость. Взыграл, в английском толкнул ее, в диафрагму, наверное, ножками. Как толкнул? Наверное, немножко перехватило дыхание у Елизаветы. Она говорит, он радуется. Он услышал голос Марии, Матери Господа, и внутри уже в утробе определенные реакции, определенные эмоции. Дитя – это человек, даже в утробе матери. Он имеет право на жизнь. Библия говорит о жизни, о личности, о человеке. И поэтому аборт – это нарушение Божьего порядка. Если вы это уже сделали в прошлом, Бог силен простить. Бог силен простить любой грех и подобный грех. Благодать Божия покрывает и прощает. Но Библия говорит, чтобы мы дорожили жизнью, дорожили жизнью в утробе матери. Вот эта история, небольшой инцидент вскрывает, что у ребенка были эмоции. Эмоции. Вернемся назад к Марии, Елизавета, их разговоры интересные, они встречаются, не виделись очень долго. Возникает вопрос. Вот Елизавета, она ясно говорит о своем смирении. И откуда это мне, что пришла Матерь? Другими словами, какая привилегия? Для меня пришла Мать Господа. Мария говорит в 48 стих «Призрел он на смирение рабы своей». Я думаю, у вас возникает справедливый вопрос. Каким образом Дух Святой производит смирение? Во-первых, вот эта исполненность Духом Святым, она доступна только верующим людям. Только глубоко верующему человеку присущ этот опыт, когда Дух Святой наполняет его и он смиряется. Давайте проследим несколько, буквально три текста, которые помогут нам немножко сформировать понимание. Вот кто тот человек, который исполняется Духом Святым? Есть множество текстов. Я выбрал один. Деяние 4 глава, когда апостолы уже теперь, ученики Иисуса Христа, он уже вознесся на небеса, оставил 12 апостолов. Они проповедуют о Иисусе Христе, что Он был распят и воскрес. Людям это, конечно же, в Иерусалиме настолько неприятно, потому что это разрушает их систему. Теперь нужно поклоняться не им, не их религии, не их методам, а нужно поклоняться Мессии. Возникает противление, гонение. Их бьют, их ограничивают в проповеди. И вот они собираются однажды для молитвы. 4 глава, 29 стих. И молятся Господу и говорят, ныне, Господи, возри на угрозы их. То есть, религиозные лидеры иудаизма угрожают теперь апостолам. Узри, Господи, возри на то, что они угрожают нам. Дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. Продолжать проповедовать. Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление, а там происходили чудеса, и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, землетрясение, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Кто все? Все верующие. Те, которые молятся. Те, которые проповедуют Слово Божие. Те, которые верят в весть Иисуса Христа, они исполнились Духом Святым. Есть еще один текст. Это не только необходимое условие спасения, но и повиновение Писанию. Человек может быть исполненным Духом Святым, если он повинуется Библии, Слову Божию. Он не на расстоянии его держит, не читает его раз в году, а он реально открывает его, читает, слушает, изучает и строит жизнь свою в соответствии со Словом Божиим. Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Слово Христово довселяется вас обильно. Слово, проповедь, Библия, Писание Божие вселяется вас обильно со всякой премудростью. И дальше научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Параллельный текст в Ефесянам откройте, пожалуйста, 5 глава, 18 стих. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословием, песнопениями. Результат тот же самый. Мы начинаем петь, прославлять Бога, друг друга назидать в пении, но в первом случае пусть Слово Божие вселяется, вы живите в покорности этому Слову, во втором искренно желайте исполнения Духом Святым. Итак, два важных условия для того, чтобы исполняться Духом Святым, это быть верующим, верить в заместительную жертву Христа, покаяться в своих грехах, исповедать его своим Господом. Второе, покорность Писанию, вот я открываю Библию, оно говорит, живи такой жизнью, оставь этот грех, я начинаю повиноваться. И третье, очень важно, я желаю этого. В итоге, верующий человек исполняется Духом Святым. А теперь я хочу вернуться назад и проследить, каким образом вот в первых главах Евангелия от Луки исполнение Духом Святым связано с рождением Иисуса Христа и со смирением. Смотрите, еще раз, Иоанн Креститель написано, первый раз упоминается Дух Святой в первой главе Евангелия от Луки в 15 стихе. Еще раз, ибо Он будет велик, этот Иоанн Креститель, пред Господом не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева Матери Своей. И мы помним уже наизусть эту фразу, когда Иисус является Христос, вернее, Иоанн Креститель проповедует Иисусе Христе, и Он говорит, Ему должно расти, а Мне умоляться. Смотрите, исполнение Духом Святым говорит, Ему нужно расти, а Мне умоляться. Он в смирении. Иоанн Креститель смиряется, Дух Святой наполняет Его, и Он смиряется. Христу надо возрастать, а Мне в сторону уходить, в тень уходить. Захария, помните, Захария Бог является, а Он пенсионер. Мы в прошлый раз говорили, в прошлой воскресенье. И у Него не было детей. У Него жена пенсионерка, и Он пенсионер. Ангел является и говорит, Захария, у тебя будет сын. Он говорит, подождите, я же пенсионер. Как у Меня будет? Да, Бог сказал, Бог это может сделать. Он задает вопрос, как же это будет? И Ангел восстанавливает, и говорит, ты не поверил, да, будешь молчать. Девять месяцев, пока шла беременность, Захария молчал. Стал немым. Я думаю, что это достаточно для того, чтобы его сердце немножечко смирилось. И когда заканчиваются эти девять месяцев, рождается Иоанн Креститель, и Он говорит, да, это Иоанн. 67 стих первой главы. И Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, начал говорить. Бог открыл ему уста. Он исполнился Духом Святым после девяти месяцев. Иоанн Креститель смирился сразу, еще в утробе матери. Его отцу пришлось девяти месяцев проходить этот процесс смирения, смирился и исполнился Духом Святым. Симеон, чуть позже, когда родится уже теперь младенец Иисус, на восьмой день его принесут родители в храм по закону Ветхого Завета помолиться, благословить, принести жертву за него. И подходит старец один. А этому старцу Бог дал такое интересное открытие, что ты не умрешь, пока не увидишь настоящего Мессию. И он уже очень пожилой приходит в храм. 67 стих, извиняюсь, 25 стих 2 главы. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение, ожидающий утешения, ожидающий утешения Израилева. Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенцев его, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Господа и сказал, ныне отпускаешь другими словами, наконец-то я могу умереть. Ждал, 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 теперь я увидел этого Мессии, я готов. Ожидание это очень сильный инструмент в Божьих руках смирения. О, как мы не любим ждать. О, как мы не любим ждать. И когда мы попадаем в стиснутые обстоятельства, какая-то бумага не оформляется. Что-то не получается в жизни. И мы мечемся в тисках ожидания. Я с многим из вас беседую, я сам себя периодически нахожу в тисках в очереди, знаете, в магазине бывает такое. И вот вроде подходит уже очередь, и тут вдруг перед тобой кто-то достает стопку купонов, или же там нету бирочки и этот микрофон. Пожалуйста, проверьте цену. И прибегает рабочий, убегает в самый дальний угол, там больше этого нету продукта, потом прибегает назад, и все уже прошли, ушли, уехали. А вы в тех тисках сидите, потому что вы уже все выложили на прилавок. Однажды, я помните, я вам рассказываю историю, как после любой футбольной игры, американского футбола, из стадиона все выезжают через одну горлышко бутылки. Паркин большой, машин много, игра закончилась, тысячи, тысячи, десятки людей, все выехать должны через одну горлышко бутылочки. И вот один пастор рассказывал историю, говорит, вот мы побыли на такой игре, сидим в машине с друзьями, а там очередь, ну просто умереть можно. Тут замечательное время было, смотрели футбол, а сейчас сидим в машине. И мой друг, говорит, просто разворачивается и едет против течения. Он говорит, ты что, выезд там, там нету выезда. Он говорит, да, но хотя бы мы движемся. Настолько мы, я буду хоть двигаться, хоть в другом направлении, но буду двигаться, я не могу ждать, я не могу ждать, моя природа кричит. Бог открыл Симеону и в нем формировал смирение, жди. И он приходит день за днем, жди, жди, жди. И этот процесс, этот процесс называется смирение. Поэтому, если вы ждете что-то в жизни, значит, Бог над вами работает. Значит, Он смиряет. Если Он смиряет, значит, это процесс, который приводит в итоге к исполнению Духом Святым. Замечательно. Радуйтесь. Иисус Христос был исполнен Духом Святым. Третья глава, теперь уже Луки чуть перелистнем вперед, 25-й, извиняюсь, 21-й стих. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, крещение Иисуса, очень известное событие, картины рисуют люди, когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не сшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголющий, Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. 4-я глава, 1-й стих, начинается Иисус, исполненный Духа Святого, и начинается Его служение. Это первое, с чего начинается служение Иисуса Христа, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню для того, чтобы 40 дней был искушаем. Это процесс ожидания, это процесс смирения, это процесс, который Дух Святой производит в нас. Какие мы можем сделать выводы с первого шага, который мы делаем, который Бог делает в Елисавете, через нее действует на Марию? Первое, работа Духа Святого всегда специфична и всегда с конкретной целью. Никогда Дух Святой не исполняет нас просто так. Всегда есть конкретная задача, будь то проповедовать, будь то проявить терпение, будь то помочь, будь то любить ближнего. Дух Святой никогда не привлекает к себе внимания. Мы проследили несколько случаев и Дух Святой в стороне остается каждый раз. Он исполняет Духа Святого для того, чтобы он исполняет человека для того, чтобы он что-то сделал, какое-то действие происходит, а сам он остается в тени. И поэтому многие люди сомневаются, а был я исполнен Духом Святым или нет? Потому что люди думают, что Дух Святой должен как-то к себе привлечь внимание, а его функция не та, привлечь внимание на Иисуса Христа. И поэтому люди сомневаются, а был исполнен Духом Святым я или нет? Был, если ты ясно увидел Христа, если ты служил, если ты исполнял волю Божью, ты был исполнен Духом Святым. Потому что его функция не привлечь к себе внимание, а помочь, сделать этот шаг в отношении смирения, поближе к Богу. Он выполнил, если вы поближе к Богу, если вы в смирении, если вы способны ждать, если вы способны любить, значит, Дух Святой работает. Его задача не привлечь к себе внимание. все обетования, еще один очень важный вывод, данный Богом прежде исполняется именно посредством работы Духа Святого. Он производит это действие. Еще очень важный момент. Только когда человек исполнен Духом Святым, он становится проводником Божьей благодати. Хотите кого-то благословить? Хотите кому-то помочь? Хотите кого-то любить? И чтобы они в ответ почувствовали это тепло без Духа Святого вот этой связи не будет. Мы наблюдаем это. Мария только зашла и Елизавета ей просто говорит, что с ней происходит. Два предложения. И Мария начинает Бога славить в этой песне, которую мы сейчас будем изучать. Елизавета стала проводником в Божьих руках задеть сердце Марии побудить ее прославлять Бога. Это очень важный последний момент. Мария никуда больше не пошла в Израиль. Интересно, она же могла пойти куда-то в другое место, ну в конце концов в Иерусалим, в храм, помолиться. Она пошла, когда узнала о том, что она беременна сыном Божиим, она из всех мест в Израиле пошла к Елизавете. Почему? Потому что там есть живая вера и моя вера нуждается в поощрении. Это жизнь любого верующего человека, почему мы здесь в церкви? Почему? Потому что мы как верующие нуждаемся друг в друге, потому что Бог использует других верующих людей для того, чтобы стимулировать во мне веру. Мы становимся проводниками, мы друг друга благословляем, мы становимся теми переносчиками Божьей благодати, когда Дух Святой действует в нас, Он поощряет других. Поэтому мы говорим о том, что человек должен быть частью какой-то поместной церкви, ищите быть частью какой-то семьи, будьте в общении со святыми, будьте в общении с верующими людьми. Это будет стимулировать вашу веру. Итак, применение. Первый очень важный шаг. Дух Святой берет обычных людей, как Елисавета, о которой мы потом забудем, но использует для того, чтобы побудить другого человека поклоняться к Богу. Итак, смирение в Марии, смирение Елисаветы сильнейший инструмент в руках Духа Святого. Дух Святой производит эту работу. Итак, смирение, первый шаг, это работа Духа Святого в наших сердцах. Второй шаг. Смирение это поклонение Богу. Теперь мы оставляем Елисавету, которая выполнила свою функцию замечательным образом. Она поощрила, стимулировала веру Марии, и теперь смотрите реакция Марии. 46 стих. И сказала Мария. Реакция какая? Величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы свои, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильное и святое имя Его. Итак, в этих стихах Мария поклоняется Богу. Она Его прославляет. Вы думали, как прославлять Господа? Что это значит? Как это выглядит? Вот, пожалуйста, человек поклоняется Богу. 48 стих ключ, что призрел он на смирение рабы своей. Слово смирение в оригинале здесь интересно. Это не просто внутренний настрой сердца человека, а это даже внешнее ее скромное положение дел. Очень низкое положение. Другими с вами это использовалось объяснить. Низкое положение, к примеру, рабы. Незначительность человека. И, конечно же, внутренняя скромность, то есть она внешне и внутренне воспринимала себя как незначительной. Что мешает нам поклоняться Богу? Гордость. Гордость это поклонение себе и своим желаниям, себе любимому. Гордый человек никогда не признает кого-то выше себя или достойного какой-то похвалы, только себя. Марии отсутствует это. Присутствует смирение. Я хочу отметить две интересных составных смирения. Первое, мы замечаем здесь, замечаем в ней, что это личное восприятие Бога. Смотрите, 46 стих. «Величит душа моя Господа». Личное отношение с Богом. «И возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем». 48 стих. «Что он призрел на смирение рабы своей, я его, ибо отныне будут ублажать меня все народы, что сотворил мне величие, величие сильное». Смотрите, что наблюдается здесь? Это личностное местоимение «мне мое». И причем не какие-то вещи, а Бог мой. Он работает со мной. Это личные отношения. Вдруг это не теория где-то в книге, а человек вдруг начинает лично воспринимать. Знаете, читал Библию, да всю жизнь читал Библию, в церковь ходил и слышал о Боге, и вдруг я часть этой истории. Вдруг это мой Бог, вдруг это мне прощено, вдруг это моя радость. Знаете, как я перед тем, как женился на Ирине своей супруги, у меня была определенная информация о ней. Информация, информация. Знаю, есть такая. И потом в один прекрасный момент к этой информации добавляется моя. Сложно проследить когда, я не могу вам сказать, когда вот эта информация замечательная, которая была о ней, кто она, как она выглядит, ее семья и так далее. Но вдруг это стало мне близко. И теперь я стал использовать моя, мое, мне в отношении вот этой информации. Сложно проследить этот момент, когда информация о Боге вдруг становится, я присоединяю, это мое, это мне, это для меня. Но это необходимый процесс. Это личностное отношение с Богом. Вдруг теория переходит в практику. Мы называем это спасение. Мы спели, говорили об этом. Это и есть спасение души. Когда информация о Боге, когда я верю в Бога, я перехожу вера Богу. Личные отношения с Богом. Второе очень важное составное это живая вера. То есть информация о Боге становится моей и я ее растворяю верой. Живая вера. Смотрите 45 стих и блаженно Елизавета говорит пророчествует о Марии и блаженно Мария уверовавшая потому что совершится сказанное ей от Господа. Вера в то что Слово Божье исполнится. 48 стих что презрел на смирение рабы свои отныне будут ублажать меня все роды. Она верит что Бог исполнит. Мы вернемся немножко назад. Я хочу повторить прошлое воскресенье. Мы обратили наше внимание на тот инцидент который произошел когда ангел Гаврил явился Марии она еще девица она только обручена с Иосифом но еще не замужем еще не живут вместе еще готовятся к свадьбе и тут ангел все сбивает с толку говорит ты будешь иметь ребенка сына Божия от Духа Святого сила Божия на тебя сойдет и это будет чудо и 34 стих Мария же сказала ангелу как будет это когда я мужа не знаю я не с мужем как же это произойдет подобный вопрос Захария задавал но здесь это вопрос веры которая ищет объяснение вера которая хочет понимать глубже и она задает вопрос объясни мне мне просто любопытно как же это произойдет и ангел сказал ей Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя посему рождаемое святое наречется Сыном Божиим вы скажете замечательно полное объяснение все я понял биологию все все понятно нет Бог дал достаточно информации ей чтобы просто поверить и это очень важный принцип для всех людей которые ищут волю Божию в своей жизни я хочу знать волю Божию это хорошо задавать Богу вопрос в молитве Господи как мне поступить Господи проясни мне помоги мне понимать лучше это не вопрос сомнений недоверия и отталкивания Бога это вопрос веры которая хочет ясности задавайте вопрос в молитве разговаривайте с Богом это диалог молитва это диалог но знаете одно Бог даст ответы и возможно они не будут такими какие вы ожидаете но достаточно для того чтобы поверить достаточно всегда он даст для того чтобы поверить И Мария, смотрите, услышав этот ответ, 38 стих, тогда Мария сказала, сероба Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел. Она доверилась Богу, поверила в слово, которое исполнится. Это вера, ищущая ясности. Вы знаете, это как, допустим, сегодня, если мы проведем эксперимент, возьмем вас, поднимем высоко на самолете на 10 тысяч фит в воздух, я подойду вам и дам вам парашют. Скажу парашют, это вот тут веревочка, дерните, когда будете прыгать, наденьте ее на плечи, конечно, обязательно пристегнитесь. Когда будете лететь, мы сейчас вас вытолкнем, когда будете лететь, дернитесь за эту веревочку. Вы готовы прыгать? Я не буду прыгать, даже если мне все объяснят очень хорошо. Почему-то эта информация не становится моей. Сложно. Много же людей прыгают. Что это? Это шаг веры. Объяснили инструкцию. Я понял, что это такое, но я делаю шаг из самолета. С парашютом за плечами, конечно же. Это как ребенок, дети. С вами, наверное, отцы проводили этот эксперимент. Я как-то проводил эксперимент, но последний не удался, и я перестал это делать. Это когда ребенок где-то на втором этаже, я говорю, прыгай, я тебя поймаю, а я внизу. Вот ребенок спрашивает, папа, а у тебя силы будет? Ну да, я же сильно, смотри. Папа, ты умеешь, ты раньше делал это. И задает вопрос, папа даст информацию какую-то, он какую-то объяснит. Но он не сможет всю физику объяснить. Он не сможет всю биологию объяснить. И дойдет все равно этот разговор, этот диалог до той точки, когда ребенок должен будет все-таки или прыгнуть, или нет. Так вот вера в Бога, это что-то подобное. Бог хочет, чтобы мы задавали вопрос. Господи, ты действительно такой? Да, давай я тебе объясню. Ты будешь так поступать? Да, я буду так. Но все равно доходит до той точки, где я должен принять это веру, его обещание, что он поймает меня. Поэтому и люди говорят, нет, нет, недостаточной информации, Господи. Я дал тебе достаточно, чтобы поверить. Одевай парашют и прыгай. 48 стих. Что призрел он на смирение рабы свои, ибо отныне будут ублажать меня все роды. Для меня было интересно, как же она может радоваться, что она блаженна. А Елизавета в 45 стихе говорит, блаженна, уверовавшая. Елизавета, ну остановись, подумай, посмотри нас перед собой, кто перед тобой. Перед тобой стоит тинейджер, ей было в районе 15 лет, Мария, которая обручена, но не замужем и беременна. Мы помните, в прошлом вас говорили, что это по закону побивания камнями. Минимум презрения на всю жизнь, внебрачный ребенок, в то время, в той культуре, это недопустимо. Это презрение полное. Блаженна. От нее же все отвернулись. Ангел, интересно, он ей сказал, как этот процесс произойдет, но он ей не объяснил, что же сказать Иосифу, жениху. Он ничего не сказал Марии, как поступать с окружающими людьми. Что дальше делать? Ответ ангела очень был короткий. Он не прояснил много, недостаточно информации, что же дальше делать? Как разрешить всю эту ситуацию? Мария была бедной, потому что, когда они пришли в храм принести жертву, они смогли только голубей принести в жертву, даже не небольшое животное. Потому что денег не было, бедные. Сама беременность, это тоже не прогулка по парку. Я не был никогда беременным, но я прожил с супругой, которая была четырежды беременной. Я вам скажу, что это не легкое дело. Бедная, в сложнейшей ситуации девушка, тинейджер, беременность. И Елизавета говорит, блаженна, и она говорит, я блаженна. Друзья, в чем у вас блаженство? Возможно, люди, приходящие в церковь или встречающиеся с верующими людьми, говорят, почему вы радостные? В чем ваше блаженство? Работайте так же, так же болеете. В чем? Ответ в стихах предыдущих. 46 стих. И сказала Мария, величит душа моя Господа, величит душа моя Господа. Интересное слово. От этого корня произошло другое слово, увеличит. И в оригинале, кстати, идея увеличит душа моя Господа. Увеличит. Увеличит. Увеличивает. Больший размер. Знаете, от этого слова происходит увеличительное стекло. Знаете, что такое увеличительная линза или увеличительное стекло? Вот немножко физики. Увеличительные стекла используются в двух аппаратах. Каких? Кто знает? Физику, пожалуйста. Когда мы используем увеличительные стекла? Где? В микроскопах. И еще где? В телескопах. Микроскоп – это когда я маленькую бактерию увеличиваю до большого размера, чтобы мой глаз заметил, понял, мой разум увеличил, чтобы я увидел какой-то маленький микроб, какую-то маленькую бактерию-клеточку. А телескоп – это когда я направляю увеличительное стекло в небо ночью и вижу звезды чуть-чуть побольше. Для моего глаза они очень маленькие, но в реальности они очень большие, громадные. И вот здесь очень важно, она использует слово увеличитель именно как телескоп в отношении Бога. Бог велик. И она говорит, я в своей жизни понимала, что есть Бог, что Он сотворил, но когда я соприкасаюсь с Духом Святым, Его действием, когда Слово Божие приходит в мою жизнь, и когда я начинаю размышлять о Боге, я использую это увеличительное стекло для того, чтобы помочь себе, своему разуму, увеличить реальность того, как велик Бог. Это то, что мы делаем каждый день, каждое воскресенье в церкви, проповедуем, читаем, поем о великом Боге, напоминаем себе, одеваем эти линзы, чтобы увидеть реального Бога. Мы приближаем наше понимание, насколько велик Бог и Его размеры. Вот это она переживает. Величит, увеличит, увеличивает душа моя Господа. Нет, не в том, что Бог маленький, в том, что Он очень велик, и, к сожалению, в своей жизни мы привыкаем только вот к своему мирку маленькому, и нужно периодически сделать шаг назад и посмотреть на величие Бога. И смотрите, следующее, сразу же параллельная реакция. 47 стих. «И возрадовался Дух». Величит и возрадовался Дух мой, Спаситель и Мой. Это неспроста параллель. Когда я, начиная размышлять о Великом, одеваю эти линзы и смотрю на великого Бога, сразу же в сердце приходит радость. Как это происходит? Это когда вы становитесь на краю Великого каньона. Когда вы встаете на краю Великого каньона и видите массивность этого Великого каньона. Или же вы стоите на вершине какой-то горы, вот вскарабкались на большую-большую гору. И вы смотрите вниз, и вы в этот момент не думаете, какой я замечательный человек. Да просто вообще. Вы стоите на краю каньона Великого и говорите, какие у меня достижения, какие доспехи, я просто вообще замечательный человек. Об этом вы думаете? Нет. Это единственный момент, когда мы забываем себя. Потому что мы так захвачены этим величием, это громады, что мы забываем о себя. И в этот момент нам это очень приятно. Момент, когда захватывает Дух что-то красиво, великое. Вдруг мы забываем абсолютно себя. И этот момент, увеличительное стекло сработало. Вдруг мы увидели эту величину. И вот когда человек читает Библию или приходит в церковь, и вдруг он осознает, как велик Бог, у него вдруг захватывает Дух. И он, написано, увеличил и возрадовался. Реакция, правильная реакция. Радость приходит в этот момент. А спасители моем, мы уже говорили о том, что она не была безгрешной, как некоторые утверждают. Мария ими нуждалась в спасении. Самое важное, что это дитя, которое она носила в своей утробе, станет ее спасителем. И возрадовался Дух о Боге, спасителем моем. Знаете, возникает вопрос, спасение от чего? От чего нам нужно спасение? От грядущего гнева. От грядущего гнева. Скажите, чей гнев? Кто на меня разгневан сейчас? Спасибо за хороший вопрос. Давайте ответим. Римлянам, первая глава, послание к римлянам, первая глава, очень неприятный текст, но нам нужно его прочитать. Ибо, 18 стих 1 главы, «Ибо открывается гнев Божий с неба на…» На что? На кого? На всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдую. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, как? Ибо невидима Его вечная сила, Его божество от создания мира через рассматривание творений. Смотришь на этот великий каньон, через рассматривание творений видимые. Бога можно увидеть в этом, так что они безответны. Но как они, познав Бога, посмотрев на этот каньон, и отошли в сторону, ах, небольшая ямка. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в обставаниях своих, начали копаться в земле на краю каньона. И омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, и обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный нетленному человеку, и птицам, и четвероногими, и пресмыкающими, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела и так далее идет по наклонной. Они попадают все больше и больше в зависимости от своего греха и попадают под гнев Божий. Это людям неприятно слышать о спасении, что Христос Спаситель, Он спасти должен вашу душу. Почему? Потому что это подразумевает, что спасти от чего-то. От чего? От гнева Божия на мой грех. А это неприятная новость. И многим это не нравится. Но поймите нас, мы должны предупреждать это друг друга и вас всех. Знаете, почему? Это как подобное, знаете, встречается здесь, когда на улице, на дороге, которая вот через лес, горы идет, и там стоит полицейский. Даже здесь в Америке я встречал, что люди дальним светом что делают? Предупреждают друг друга. Так вот, когда вас кто-то поморгал кто-то дальним светом вам, вы же не останавливаетесь и ругаете, ну что, бьет мне в глаза здесь, недовольные, больше перестань это делать и не мешай мне. Нет, мы благодарны, потому что за углом мог не заметить скорость и нарушить. Я тут раз и притормаживаю, если я вдруг превышал, не заметил этого. Предупреждение. Так вот, Библия предупреждает точно так же о том, что приближается суд Божий, но люди почему-то раздражаются. Зачем вы нам дальним светом моргаете? Зачем вы нам говорите о спасении наших душ? Нам это не нравится. Говорите о том, что Бог нас любит. Да, Бог любит. Но гнев Божий открывается на всякое нечестие. Нужно спасение, необходимо прощение грехов. Только человек, который смирен, скажет спасибо, что вы мне поморгали дальним светом. Только человек, который смирен, скажет спасибо, что предупредили. И он понимает реальное положение свое перед Богом, как Мария говорит, да, Он Господь моего спасения. Мне тоже необходимо спасение. Псалом 33, 19 стих. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Спасет. Святой Августин, известный богослов 4-5 столетия, сказал, для тех, кто хочет познать пути Бога, смирение, это первое, смирение, это второе, и смирение, это третье. Три шага. Он говорит, три шага к Богу. Это все пропитано смирением. Итак, смирение, это когда вы стоите на краю Великого каньона, вы осознаете Божье величие. Вы осознаете, что вы в зависимости от Бога. И вам впервые попало вот это вот внутренно в сердце вот это ощущение Божьего величия, оно вас захватывает, захватывает дух, и вы забываете себя впервые в своей жизни, о себе, о своем. В этот момент гордость уходит, заходит противоположная гордость и смирение. Бог так усмотрел, что нам нужно увеличить его, увидеть его величие, и в тот момент мы захвачены его величием, гордость наша уходит. это еще один шаг по направлению к Богу. Третий, смирение, это провозглашение Бога. Смирение, это провозглашение Бога. 49 стих этой главы, мы дальше продолжаем, вторая часть, что сотворил мне величие сильный и святое имя его и милость его в роды родов, боящимся его. Она говорит о том, кто есть Бог. Заметили, да? Что он сильный, что святое воюме и милость его в роды родов, в боящемся его. Один из сильнейших текстов, говорящий, открывающий нам, кто есть Бог. Первое, мы узнаем о том, что он сильный. Это очень важно. Потому что часто мы думаем, что мы сильно сверяем свою силу друг с другом, но здесь речь идет о том, кто имеет силу сотворить из ничего во вселенную, в утробе девицы ребенка, а в сердце грешника прощение. Исаия, 9 глава, 6 стих. Я хочу вас пригласить вместе прочитать. Мы, наверное, каждое воскресенье будем возвращаться к этому тексту. Исаия, 9 глава, 6 стих. Ибо младенец родился нам, сын, дан нам. Это пророчество. За 700 лет до Рождества Христова пророк Исаия говорит, нам родится сын. Владычество на раменах его и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, Бог сильный, другими словами, отец вечности, князь мира. Почему мы, христиане, очень часто цитируем пророка Исаию? Ну, во-первых, знаете, в этой книге очень много сказано о будущем Мессии за 700 лет. За 700 лет предупреждение о том, каким, где он родится, как он родится, как его будет служение, и даже то, что он намрёт и воскреснет. Пророк Исаия во всём об этом говорит. Поэтому нам приятно читать и говорить, смотрите, 700 лет до прихода Христа всё до деталей объяснено. Вторая причина, это интересная, это более археологическая, вы знаете, что в 1947 году пастушок в Израиле возле Мёртвого моря кинул камень в пещеру и услышал разбивающиеся черепки. Залез туда, это привело к открытию так называемых свитков Мёртвого моря. Слышали, наверное? Нашли очень много свитков. Так вот, они датируются 200 или 100 лет до Рождества Христова. Один из самых сохранённых свитков из всех найденных, знаете, какая книга? Книга пророка Исаии, она полностью сохранена там. За 100-200 лет до Рождества Христова свиток есть, который показывают сегодня здесь. И там написаны эти слова. Там напечатаны эти, рукой написаны слова. Для нас цены вдвойне. Во-первых, Писание об этом говорит, во-вторых, есть явные свидетельства об этом в окружающем мире. Но самая главная сила, о которой говорит Бог сильный, Бог крепкий, это сила прощать. Откройте ещё раз послание к римлянам. Мы первую главу читали с 18-го стиха, а если мы прочитаем два стиха до этого, потому что гнев Божий открывается, но прежде он предупредил, что есть путь, есть выход. Прежде чем мы будем говорить о гневе Божьем, есть выход. 16-й стих. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, то есть проповедь о Христе, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом Елену. В нём открывается правда или праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. И эта фраза очень многих пробудила к жизни, что просто веруя, я буду жив. Да. Так вот, интересно, что благовествование это сила Божия. Сейчас, в наше время, Бог сконцентрировал свою силу вот здесь. Когда она провозглашается, есть сила. Когда вы читаете дома, вот вы соприкасаетесь с той силой, которая пробуждает спящего, мёртвого, духовно человека. Второе, мы узнаём о том, что он свят. В нём нету изъяна, он совершен в своей красоте, ему можно доверять. Свято имя его, 49 стих, он свят. Третье, он милостив, и милость его в роды родов, в боящемся его, он любит миловать. Затем мы открываем, что Бог противится гордым, а смиренным даёт благодать. Вот как это звучит. 40-50 стих. Милость его в роды родов, в боящемся его, явил, 51 стих, силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца гордых, смирил, низложил сильных с престолов и вознёс смиренных. Алчащих исполнил благ, богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока свой, воспоминув милость, как говорил отцам нашим Аврааму из семени его до века. Итак, Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Итог нашего сегодняшнего разговора это три шага, которые смирение делает по направлению к Богу. Первый, второй, третий это всё смирение. Это такой сложный процесс для одного простого явления, чтобы Бог был узнан нами лучше, больше, глубже, а люди пережили, мы с вами пережили радость, наслаждение, больше. Чем что-либо в этом мире. Побыв рядом с Марией, сейчас постояв немножко, послушав её пение хвалы, послушав разговор её с Елизаветой, я надеюсь, мы ощутили красоту и силу смирения и готовы сделать эти же самые три шага по направлению к Богу. Быть чутким к работе Духа Святого в других людях и в себе, реально поклоняться Богу и провозглашать Его. Это три шага, которые Господь приглашает нас сегодня сделать. Ещё немножко ближе стать к Нему. Ещё соприкоснуться однажды с Его благодатью, Его прощением, Его милостью, Его любовью. Это то, чем мы проповедуем воскресенье за воскресеньем. Это необходимо для наших душ. Потому что мы забываем, возможно, не знаем. Пусть вас Бог благословит. Сегодня, если у вас есть вопросы, ещё раз вернусь назад, Мария задавала вопросы, это нормально. У нас есть служители, задавайте вопросы, люди окружающие, задавайте вопросы. Если вам непонятно, подойдите к пастырям. Если вы хотите помолиться с ними, возможно, покаяться. Возможно, признать, впервые сегодня вы увидели вот этот великий каньон, это величие Божие. Сказали, я рад, я хочу жить Богом. Давайте мы вместе с вами будем молиться об этом. Подойдите к служителям. Мы будем готовы и рады с вами помолиться. Сейчас я приглашаю всех вас. Станем, помолимся и прославим Господа в общей молитве. Господи, слава Тебе и благодарность за благодать, которую мы имеем в Иисусе Христе. Сегодня мы посмотрели на историю Марии и Лисаветы, Твою работу в этих простых женщинах. Господи, Ты произвел обильный плод изменения в жизни. Мария соприкоснулась с великим Богом и это дало ей радость. И она сказала, я блаженна. Хотя с человеческой точки зрения в чем там радость? Трудности окружили ее абсолютно со всех сторон. Как поступить дальше? Но человек, знающий и ощущающий, видящий Твое величие, он захвачен. И в этом суть Евангелия. Забыть себя, свою гордость оставить в конце концов и смириться. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok